Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью с вами, Мария Шматкова. Сегодня мы находимся в Георгиевском храме и поговорим со священником Игорем Нагайцевым, благочинным в церкви Одинцовского городского округа. Здравствуйте, Отец Игорь! Здравствуйте! Поздравляем вас с Рождеством, с наступающим крещением. Хотелось бы, конечно же, поговорить об этих светлых днях, которые сегодня происходят в наше время. Действительно, сейчас особые события происходят в церковной жизни. Это прежде всего, конечно же, праздник Рождества Христова, который уже наступил. Это праздник Крещения Господня, который совсем будет скоро. И, конечно же, вот этот период от 7 до 19 января, он насыщен многими событиями, многими церковными праздниками. Он называется святки. Мы все это время прославляем Христа родившегося. И вот совсем скоро уже будет праздник Крещения, когда Господь наш Иисус Христос принял Крещение в водах Ордана от Иоанна Претечи. И именно в память этого события и установлен праздник Крещения или Богоявления. Это один и тот же праздник. К сожалению, многие люди почему-то считают, что это два разных события Крещения и Богоявления. Считают, что Крещение 18 января, а Богоявление 19. Считают, что та вода, которая освящается в храмах в этот день, она тоже разная. Много разных, к сожалению, есть непониманий, которые люди очень часто передают друг от друга. Как правило, это люди не в полной мере воцерковленные. Поэтому хочется сказать, что праздник Крещения и праздник Богоявления – это один и тот же праздник, который все мы вместе будем отмечать 19 января. Но этому ведь предшествуют и определенные службы, и богослужения, и это действительно красивый праздник, наполненный, одухотворенный. Ну вот это действительно особые дни в жизни Церкви, поэтому накануне таких важных событий есть такое понятие, как сочельник, то есть некий канун праздника. И вот перед праздником Рождества Христова был сочельник рождественский, а 18 января – это крещенский сочельник, когда также совершается особое богослужение. Уже 18 января свершается чин Великого Освящения воды, и после каждого богослужения этот чин будет совершаться на протяжении двух дней – и 18 января, и 19 января. И во всех храмах можно будет прийти для того, чтобы взять вот эту крещенскую святую воду домой и поделиться, есть теми, кто, возможно, не смог прийти в эти дни в храм, и поделиться этой радостью. Очень много мифов вокруг крещения, вокруг самого окунания в Иордань. Одни это делают, назовем это трендом, модным веянием современности, другие все-таки действительно вкладывают в этот сакральный смысл. Все-таки что такое крещение, какое значение этот день имеет в жизни каждого человека? Ну, прежде всего, самое большое значение имеет само таинство крещения, которое совершается над человеком единожды в жизни. Многие принимают таинство святого крещения в младенчестве, многие приходят уже в осознанном возрасте. И, видимо, из-за этого, зная о том, что в таинстве крещения человек упрощает все грехи, многие переносят это и на этот праздник. И считают, что если окунуться в прорубь, даже освященную прорубь в эту крещенскую ночь, то все грехи прощаются. Но вот хочется сказать, что, к сожалению, это не так. Было бы, наверное, все намного проще, если бы это было именно так. Но для того, чтобы грехи человеку прощались, необходимо по его полноценному участию в церковной жизни. Это в таинстве покаяния, в таинстве Евхаристии. Таинство покаяния – это таинство, в котором человек кается в тех поступках, которые не соответствуют заповедям, которые не соответствуют воле Божией. Он приносит искреннее раскаяние, не просто констатирует факт греха, но еще и имеет твердое намерение исправить свою жизнь в соответствии с церковными установлениями, в соответствии с церковной традицией. Вот это и есть покаяние. Главное в покаянии, конечно же, исправление. И таинство Евхаристии, когда человек причащается к телу и крови Христовой, особенно много людей, конечно же, приходит для того, чтобы приступить к этому таинству в церковные праздники, в воскресные дни. Поэтому вот именно, наверное, стоит посоветовать, не смешивать два этих понятия, некой церковной традиции и, скажем так, некой народной традиции, народного понимания этого праздника. Но все-таки как именно церковь относится к такому тренду? Как к погружению в пророк? Ну, как к тренду церковь относится достаточно негативно к этому. Почему? Потому что любые действия, которые человек совершает, он должен совершать осознанно. Многие, не понимая, и многие даже люди, которые не являются людьми церковными, даже, может быть, не в полной мере людьми верующими, все равно приходят и окунаются. Хорошо это или плохо? Это не хорошо и не плохо. То, что они все-таки чувствуют некий позыв к духовной жизни, это хорошо. Но что он проявляется именно таким образом, это, наверное, к этому есть уже некоторые вопросы. Поэтому для православного человека все-таки более правильно и естественно, это прийти на богослужение и в сочельник крещенский, прийти на богослужение вечером, в канун праздника крещения. И во многих храмах свершается ночная божественная литургия, вот и в Георгиевском соборе также будет свершена ночная божественная литургия, когда каждый человек сможет прийти и разделить эту радость праздника тем способом, которым рекомендует церковь. Если после всего этого рекомендованного, у него останутся силы для того, чтобы поехать к этой купели, которую очень часто врубают в водоемах, в озерах, то ничего, там уже, конечно же, нет плохого и принесет это, безусловно, пользу. Но тоже надо к этому подходить разумно, да, потому что многие люди страдают различными заболеваниями, и, конечно же, здесь нужно прислушиваться к рекомендации уже, наверное, специалистов с точки зрения медицины для того, чтобы не навредить своему здоровью. Ну, потому что иногда люди недавно воцерковленные, они пытаются исполнить все то, что им кажется правильным, начинают вести достаточно полноценную церковную жизнь, иногда сил на все не хватает, здоровье подводит. Поэтому все-таки необходимо, чтобы это желание сообразовывалось с возможностями здоровья, с возможностями семьи просто куда-то поехать. Поэтому, видите, очень вопросов много, но все-таки главным для человека в этот день является богослужение, храм. И тот чин великого освящения воды, которое совершается, прежде всего, в храме. Но все-таки церковь рекомендует именно сначала побывать на службе, посмотреть чин освящения, да, уже после набрать воды. И не просто прийти в церковь, так, где мне взять воды освященной? К сожалению, понимаете, здесь вопрос еще, наверное, это не только вот отдельных людей, это вопрос, наверное, такой общий. Почему? Потому что у людей, к сожалению, все больше и больше даже к церкви рождается некое потребительское отношение, да. Они приходят зачем-то всегда. То есть они приходят за водой, они приходят на Пасху для того, чтобы осветить кулич, яйца, какие-то другие пасхальные снижения. Но можно попасть и пересчитать, и, в общем-то, четко прописать даже дни, когда основная масса людей приходит в церковь. К сожалению, православными людьми у нас становится несколько раз в год. Но надо помнить о том, что все-таки православный человек, это, ну, если так можно современным языком выразиться, это некий стиль жизни, который исходит из сердца человека. Человек каждый день, да, должен себя сдерживать в чем-то плохом и развивать в себе что-то хорошее. И вот тогда, наверное, можно сказать, что человек действительно православный. Если он это делает еще в соответствии с церковной традицией, тогда, наверное, вообще к нему вопросов никаких не возникнет. Ну, а когда это несколько раз происходит по... Знаете, это тоже, наверное, хорошо. По буждению. Это хорошо, да, когда человек чувствует в себе вот это движение сердца, что необходимо сходить в храм, да, хотя бы на Рождество, хотя бы на Крещение, хотя бы на Пасху. Это все очень хорошо, но этого слишком мало, да. Мы, предположим, можем провести некие аналогии, когда люди, если хотя бы будут три раза у себя дома убираться, мы представляем, во что превратится их дом, да. Мы с вами свершаем многие действия каждодневно, то почему тогда мы должны Богу уделять время лишь несколько раз в году. Но, тем не менее, ведь церковь не порицает таких людей. Церковь не порицает никого. Церковь открыта для каждого. Церковь не порицает никого, никогда не порицала. Единственное, что порицает церковь, это грех, который свершает человек. И то она относится даже к людям, которые совершают эти поступки, которые называются грехами, относится всегда достаточно милосердно. Вот порицать грех мы должны сами в себе, прежде всего, а не в других людях, чтобы это не рождало других грехов, таких как зависть, гнев, раздражительность. Если мы будем негатив прицать себе, а в людях, которые нас окружают, пытаться видеть только хорошее, это опять же пойдет только нам на пользу, и нашему внутреннему состоянию, и нашему сердечному состоянию. И мы просто даже увидим, что будем меняться и мы сами, и будут меняться люди, отношения их к нам. Что бы Вы пожелали в эти светлые дни всем жителям нашего округа? Я, конечно же, хочу пожелать им радости, радости и праздников прошедших, и радости праздников предстоящих. Конечно же, чтобы эта радость была истинной, чтобы она была сердечной, и чтобы ее было настолько много, чтобы было возможно поделиться этой радостью с другими людьми. Во сколько начнется богослужение, во сколько будет проводиться чин освящения? Вы сказали, что они будут 18 и 19 января. Очень насыщенные дни богослужебные. 18 января начнется божественная литургия. Примерно уже в 10, 30, в 11 будет совершен первый раз чин великого освящения воды. На протяжении всего дня вода будет раздаваться в Нижнем храме Георгиевского собора. Дальше уже богослужение будет совершаться в 16 часов вечера. И далее уже в 22 часа будет совершена исповедь для тех, кто планировал приступить к святому причастию в ночной литургии. И в 12 часов будет совершена еще одна божественная литургия, ранняя. Но даже для тех, кто не сможет прийти ночью на богослужение, уже в 6.15 и потом в 9.15 будут совершены еще две божественные литургии. Поэтому каждый человек может в эти дни, тем более в этом году крещение впадает на воскресный день, может прийти и выбрать для себя то время, когда ему удобно прийти в храм для того, чтобы поблагодарить Бога прежде всего и попросить Его, наверное, о том, что Ему очень дорого и важно. Спасибо и с наступающими у Вас праздниками! Спасибо, с праздником! Спасибо! Вы смотрели специальное интервью, оставайтесь на нашем канале. До свидания! Продолжение следует...